Добрый день! Мы с вами находимся на площадке полевого города в Краснодаре. Сегодня 12 ноября. Это означает, что прошло уже около 30 дней после посева озимых культур. На данном участке посеяны такие культуры, как озимый ячмень и озимая пшеница. Также хотелось акцентировать ваше внимание на том, что в нашем регионе в течение осеннего периода складывались крайне засушливые условия. За период сентября-октябрь выпало всего 7 мм осадков. И семена после посева практически месяц пролежали в почве, находясь в сухом состоянии. И лишь прошедшие дожди в конце октября способствовали началу физиологических процессов в семенах. И первые сходы мы наблюдали 5-7 ноября. Сейчас пшеница находится в фазе 1-2 листьев и уже в этот момент мы можем наблюдать разницу по некоторым вариантам. Давайте же посмотрим на пшеницу более детально и посмотрим на эту разницу. Сейчас мы с вами находимся на блоке Ситкея. Здесь представлены разные варианты протравителей. И в данный момент я стою на границе двух вариантов препаратов для обработки семян. Слева от меня Селест Макс. Справа трехкомпонентный фунгицидный протравитель на основе стробилурина и двух триазолов. Давайте посмотрим крупным планом. Да, это сейчас растения находятся в фазе... Пшеница находится не в стадии неполных сходов. На данный момент на варианте Селеста Макс густота растений составляет порядка 2,5 миллионов растений на гектар. При норме высева 5,5 миллионов семян на гектар. Но все растения имеют один-два листа. Теперь давайте посмотрим на варианты с трехкомпонентным конкурентным протравителем фунгицидным. Густота растений здесь порядка миллиона растений на гектар. И обратите внимание, что стадия развития растений намного ниже, чем на варианте Селеста Макс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова